ДИКОЙ ОХОТ КОРОВ И ВИНО Вы только посмотрите на это великолепное ночное звездное небо Оно действительно просто прекрасно, как по мне Так И мы с вами отправимся вначале по сюжетному заданию Нам надо отправиться в виноградник КОРВА БЯНКО И там найти труп того, кого выловили в реке Давайте этим и займемся Господи, ну я не могу насмотреться на это небо, оно реально просто завораживает Игра великолепна С этим дополнением и последним патчем она стала вообще еще прекрасней Я сделаю игру чуть погромче Пишите, как там вам стало лучше или хуже Потому что мне почему Мне почему-то показалось, что в прошлой серии игра была много тиховата А там какой-то бой происходит Зараза Убийца еще где-то здесь Так Что произошло? Так Платват И тут Постой пока в сторонке Надо осмотреться А кто перебил всех этих гвардейцев? Плащ женщины, которую я видел на постоянном дворе Так Думаю Все запомнили тут аинственную особу которая наблюдала за нами Убит одним ударом Возле той таверны Где вы валили труп И гвардейца вообще нехило раскидали Горло разорвано укусом Стройной челюсти как у человека Только клыки гораздо длиннее Так Походу мы будем иметь дело с вампиром Давайте я Так Мечи, кстати, нужно починить Ну так, в принципе, сойдет Давайте я сразу смажу меч Масло против вампиром Пожешь, мне кажется Тварь будет нехилая Раз она так Раскидала Такую кучу стражников Так Против вампиров Вот так вот Сломанные ребра Кровь из ушей Прилично ему досталось Убивал вампир Но не Тима И не Флэдер Это должно быть Брукса Брукса Во как Так Дополнительно у нас Прочитать В бестиаре Сведение о Бруксе Чтобы Поготовиться К бою Так Ну сейчас С этим займемся Да, я был прав Это вампиры С Бруксой В этой Части игры Мы вообще еще не встречались Они были только По-моему В первой Второй, по-моему Брукс не было Насколько я помню Так Сейчас мы про нее Прочитаем Давайте сначала Полностью осмотрим Убийца с легкостью Перевернул телегу Речной ил На этой повоске Привезли тело Так Брукса По-моему Была как раз В трейлере Незабываемая ночь Рана от когтей Пять пальцев Рука Похоже Небольшая Вот С ней-то нам Сейчас, наверное Придется сразиться Так, давайте Глянем про нее Информацию В бестиарии Так Брукса Так Лунная пыль Масло против вампиров Черная кровь Ирден Понятно Черная кровь и лунная пыль Куда тут без них Так Так, ну что Мы же ведьмак Давайте тогда Снарядимся К разобою В общем, все нужно У меня есть Так, вот Лунная пыль Причем Отличная Это у меня Это у меня Это картечь Так, черная кровь Улучшенная черная кровь А я не смогу сварить Отличную Хватит ингредиентов Нет Нет Вообще Есть ли у меня Рецепт Уж эликсиров Так Отлично Не хватает Белая чайка Нужно И Рэбис Так Рэбис я могу Сделать Не хватает Белой чайки Так Значь мне надо Две белые чайки Раз Два Делаем Рэбис И Надеюсь Мне хватит Ингредиентов На Вот Да Отличная Черная кровь У вампиров И трубоедов Рядом Семьяков Начинают Окротечение Кроме того Когда эти Существа Ранят Вдьмака Мощная кровь Наносит Им раны И отбрасывает Их Назад Вот Так Вот Короче К бою Мы готовы Длительность 60 секунд Ну значит Сразу Пить его Не буду Хотя Стоп Я что-то Как-то По привычке Подумал Что я могу Ставить Только два Эликсира Я могу Больше Ставить Вот Так Значит Так В принципе Мы готовы Так Дайте Я все Знаю Вот Лунная Пыль Давайте Сохранимся И Двинемся Вперед Мне кажется Бой Сейчас Будет Непростой Следы Маленьких Босых Ног Ведут В подвал Свернул Шею Когда Падал С лестницы А зачем Она сюда Пришла Я не думаю Что она пришла Просто Папировать Этими Гвардейцами Мне кажется Она Ей Нужно Тело Она Или от меня Его хочет Скрыть Или еще Что-то У тебя Это всякое Может быть Так Следы Ведут Туда Что Мы Смотримся Сначала Здесь Господи Сколько Людей Но Перебило Его Швырнули Стену С Огромной Силой Так Ну Она Там Им Воспользовались Чтобы Выломать Решетку Должны Недюжинные Силы Чтобы Я Выломать Блин Опять Пишу Ночью Опять Особный Так Что Простите Сразу Если Я Буду Тупить Так Сохранюсь На Всях Изучи Мало Лим Нечас Рассковыряет Она Сразу Так Ну Что Мы На Месте Да Она Жит Этот Труп Ты Была На Постоялом Дворе Но Зачем Знаю Кто Ты Но Не Знаю Зачем Ты Убила Этих Людей Делают Не В Жажде Крови Нам Не Обязательно Драться Ошибаешься Но Ты Сама Напросилась Я Не Могу Отпустить Тебя Ох Твою Мать Ах Ты Тваль Я Мать Ты Че Делаешь Получай Скотина Фух Она Убила Всех Людей Чтобы Добраться До Дела Что Брукса Делала Устава Твою Мать Нихило Она Так Накинулась Ну Конечно Особых Увечья Мне Принести Не Смогла Так Давайте Чуть Чуть Лечебное Добавим Места Короче Я Был Более Чем Силен Для Ни И Поэтому Нихрена У нее Не Получилось Так Что Там Мы Можем С Ни Взять В принципе Ничего Особенного Опыта Дала Нам За Ни Нормально 500 Так Я Так Понимаю Нам На К столу Давайте Сначала Смотрим Все Что Тут Есть Зараза Рыдкая Сволочь Но Мы Были Во все Оружии Мне Не Было Шансов Против Нас Ну Господи Труп Вообще Разбухло От воды Руки Отсечены Его Четвертовали Как Я И Думал Вообще Весь Изрублен Она Кстати Осматривал Вот Эту Отрубленную Руку Но Давайте Осмотрим Ее В последнюю Очередь Он Долго Лежал У Воде Голова Распухла На ней Видно Несколько Укусов У Него В глотке Что-то Есть Кашир Набитый Монетами Нильфгардские Флорены Из Разных Провинций Если Это Сделал Убийца То Мы Имеем Дело С Разумным Монстром Тело Разрубили На куски Уже После Смерти Удары Наносились С большой Силой Но Кости Рассечены Не Перебиты У Существа Которое Его Убило Длинные Когти Острые Как Ведьмачьи Мечи Сперва Оно Пробило Ими Сердце Жертвы Его Убило Не Брукса Третья Рука Запасная Она Примадлежала Не Жертвы Но Стражники Должны Быть Этого Не Заметили Просто Собрали Все Что Нашли Как Такое Может Быть Что Она Все Еще Теплая Из Нее Течет Кровь Некоторые Виды Существ Склонны К Регенерации Но Я Никогда Не Слышал Чтобы Отрезанная Конечность Столько Времени Оставалась Жива Позже Изучу Ткани Повнимательнее Может Что Нибудь Узнаю Я Просто Забрал У тебя Странную Отрубленную Живую Руку Ну Ладно Займемся И Позже Так Ну Все Принесли Это Канчиваем Осмотр Идем Итоги Убийца Скорее Сего Чудовище Нибрукса Тогда Зачем Вам Пиша Пришла За Отрезанной Конечностью И Какому Существу Принадлежит Кисть Почему Она Так Долго Сохраняет Тепло И Да Зачем В глотку Убитому Сунули Кошелек А тело Изрубили Много Вопросов И мало Ответов Надо Разузнать О предыдущих Жертвах Попрошу Польмерина Доставить Меня Княгине Так Ну Я думал После этого Задания Заняться Побочками Ну Давайте Все же В этой Серии Увидимся С Княгиней А Потом Уже Длинемся По побочкам Да А по поводу Руки Ну я думаю Что она Принадлежит Какому-то Тревнему Сильному Высшему Вампиру Как по мне Ну а там Хрен его знает И Возможно 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 Здесь В этом Дополнении Мы Узнаем Что-то Или Даже Может быть Встретимся С Регисом Другом Геральта Из книг Вот Который был Высшим Вампиром Который Помогал ему Найти Цирилу В садах Сапковского Но Погиб Погиб В последней Книге Сражаясь Вместе с Геральтом Против Вильгитфорца Но Как мы знаем Высшим По книгам Высших Вампира Вышел Вампир Не так Легко Убить И У Региса Уже Был Опыт Когда Его По-моему Расчленяли Закапывали Хоронили И он Регенерировал Несколько Сотен Лет Может Он Все Выжил Так Давайте Найдем Нашего Рыцаря Цапли Так Какие-то Звуки У нас Тут Что Это Тот Турнир О котором Говорили Рыцари Так Купить Ничего Нельзя К сожалению Так Где наш Добрый Друг Рыцарь Я вас Слушаю Продаю Покупаю В носу Не копаю Так 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 Кузнец Он Он Мне Нужен Вот Это Я понимаю Мастер Люблю Вести Дела С Такими Как Ты Ты В Хорошей Работе Труд Знаешь Что У Тебя Так Продаем Все Лишнее Лишнее У нас В принципе Все Броню И Мечи Так Деньгами Я уже Порядком Разжился На 20 Тысяч Хорошо Так Что Что У тебя По оружию Вообще Господи Ничего Хуже Моего Но Высшие Требования У них По уровню Какой Бред Да Кстати У меня Уже Почти 41 уровень И Пока У меня Сколько Уже 12 Очков Свободных Я не знаю Что Качать Будем Ждать Что Там Будет С Этими Мутагенами Когда Нам Идут Новые Ячейки Способности Так В принципе Тут Ничего Не надо Крафтить Мне Тоже Нечего Хотя Давайте Глянем Я Не Помню Что У Меня Там По Оружию Так 26 О Как Хорошо Сразу В Новом Инвентаре Показывают Уровни Оружия Можем Хоть Как-то Отталкиваться Не Клацая На Каждый Меч Так Когда Серебряных Мечей Мне Круче Моего Это И Нет Нифига Так Я Понимаю Да Ну Да Остальные Так Что Остальные Могут Вам Предложить Ты Думаю Тоже Нихрек Надо Да Не Густо В Принципе Дейфик Сними Я Люблю Ходить С Ведьмачевым Снаряжением Так Починить Все Да И Все В принципе Делать Нам Тут Ничего Единственное Что Давайте Обыграем Новый Гвинт Как Насчет Партики В Гвинт Так Награть я буду Королевством Севера Которым Я привык Вот Вот Кстати Карта Эмиль 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 Даже Как-то правильно Так читается Ну просто Регис Короче Да Так Начать А я смотрю Вы все тут играете Чисто Скилики Ну ладно Как хотите Так Как-то так Что это Корова Просто Корова Ну ладно Что это Так, 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 что же мне делать, как же быть? Ну ладно, давайте так. Так, так, так. Так, ну ладно, давайте вот эту карту я еще потрачу. Так, ну в принципе, я буду пасовать. Посмотрим, что он на это ответит. Господи, просрет все карты в первом раунде. Так, ну ладно, воля его. Да, а, коровы превратились в беса. Ну я так и думал, по значку, чтобы его снизу. Так, а мы беса сразу уничтожим. А нет, бенжалка. Ну, в принципе, ему все равно уже хана. Все, победа наша. Так, бабки на бочку. Добрый человек. Мне понадобится полный набор новых подкоп на вертовой лошади. Срочно. Доспехи полированы, с гравировкой, с рифлением, что только пожелаете. Ну, да. Заглянем, чертим, что у тебя здесь. И тоже вздернем тебя в гвинт. О, доспехи у тебя, да, но... Че-то как-то это... Жиденько, я хочу сказать тебе по доспехам, да? Так, вот, а ты тоже интереснее. Шпоры пяти добродетелей. А, шоры, шпоры, считаю, блин. Странчиво всего рыцаря. Искает мрэкпида. Баклерские шоры. Так, но по характеристикам мы все шестьдесят, да. Какие покраши будут. Дайте вот эти рогаты, пусть у меня плотва будет такая демоническая. Бабки есть, в принципе, не жалко. Все равно будет 300 монет, в принципе, стоит че тут жалеть-то. Во! О, от снаряга уже получше. Так, пяти добродетелей. Так, ну давайте, так как у меня есть к армаквида, да? Армаквида, да? Армаквида, вот и, короче, комплект соберем сейчас. Так, сумки. О, у меня стол. Батлерские вьюки. Так, 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 в принципе, ничего больше интересного нету. Но, но мы не зря зашли. Прикупили приколек для плотвы. Удачи. Так, а где это все у нас хранится? Ага, вот. Плотва. О, теперь у нас серьезная лошадь. Четко. Так, ты хоть сюды. Посмотри. Так, забирай наше старое барахло. Давай играть эфиринт. Я понимаю, что ты занят. Может, сыграем в венте? Не, сударь, ко мне! Так, этот играет нельгардом. Это уже более знакомый противник. Так, карты мне нравятся. Вначале пускаем вперед шпионов. Блин, сам его мне поставил и сам уничтожил. Так, ага, сейчас он зайдет ко мне таллером. Я также использую пугало, чтобы использовать таллера еще раз. Так, так, а чем пойти, чем пойти? Ну, давайте этими. Рубаю вам искали инфа. Да, короче, нет у него шансов. У него шпионов тоже хватает. У него шпионов тоже хватает. Ёмамэти. Хм, не сдаётся, засранец. Так, ну что, Цириллу использовать? Давайте. Угу, так. Я могу спасовать, но мне сейчас кажется будет этим невыгодным. Так, честно говоря, я не знаю, что дальше делать. Я спасу и он выиграет. Скорее всего. Блин, блин, блин. Ладно, давайте пасовать. Так я выкину все карты сейчас и их... А, а, из-за способности фракции ему даже не пришлось ещё выкидывать карту. Классненько. Ну, ходи первым, давай, что ж уж поделать. Словочное эдакое. Да, чё, кажется, мы это радуем. Так, он сдался. Так, ну второй раунд за нами. Конечно, плохо, что он заблокировал мою способность этого лидера. Ну да ладно. Блин, припас застранит сильные карты. Вот так он меня взял и обломил просто. Так, ну мы проиграли. Это очевидно. Так, ну я буду играть с ним до победы, но вы этого не увидите. Так, ну вот со второй попытки я его одолел. Отбил свои деньги и получил карту, да? Да. Отлично. Так, ну а теперь отправляемся к Пальмерину. Так, здесь, где куча людей, игра немножечко подтормаживает. Так, прокурор княжества трибунала в Баклере, согласно статье 161 УК, объявляет награду за поимку привлечения к суду лота сына Марка, крознанного полуэльфом, либо за предъявление доказательств его смерти. Ну ладно, наше дело. Так, блин, ну тут толпа довольно существенная и может быть зайти в настройки и снизить количество людей. В принципе, в принципе, не так важно. Число персонажей на экране высоко, поставим среднее. Остальное у меня все стоит на высоко и запредельно. Ну, кое-что на среднее для количества травы тоже, как по мне, не особо важный параметр. Так. Ой, что-то пока ничего не изменилось, надо по шуму тут находимся. Так, вот и наш рыцарь. Я должен срочно поговорить с княгиней. Ну, вот и конец истории, дети. Возвращайтесь к родителям. Благородный Пальмерин. А как же история про Ридигера и дракона? С ней придется обождать. Лучше присмотритесь к человеку, который стоит перед вами. Это Геральт из Ридигера. Мастер ведьмачьего цеха, который внес свою лепту в победу над великаном Голиафом. Мастер ведьмак, а правда, что добродетель всегда побеждает? Ну, отвечу, как ответил бы Геральт, не знаю. Бывает по-разному. Иногда добродетельные побеждают, а иногда победу празднуют негодяи. Но все же стоит быть порядочным. А зачем? Разницы-то никакой. Припомните рассказ Пальмерина. Порядочный человек собирает вокруг себя друзей, которые всегда ему помогут. А негодяй может рассчитывать только на других негодяев. А кого лучше иметь в друзьях? Человека добродетельного. Именно. Довольно, вопрос. Возвращайтесь к Ридиге. Ее сиятельство прибыло на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на Ридиге. Если бы поспешим, ты успеешь с ней встретиться, прежде чем начнется зрелище. Веди. Что дерется? Не львгардские гладиаторы? Близко, но не совсем. Впрочем, сам ты видишь. Кто-то собирается сражаться с Шарлеем, а дуевшим от колокольчиков привязанных к хвосту? Что такое? Эта тварь подарок ургератору. Ну, я не знаю, даже. Это опасно. Колокольчиков недостаточно. Я видел нечто подобное на Лидерной Рыбе. Там рыцарь победил позлее с колокольчиками на хвосте. Может, повезло, а может, колокольчики и правда помогают. Только у Ведьмака есть шанс пережить поединок со здоровым Шарли. И то не у каждого. Да и неразумно выпускать такое опасное чудовище рядом с толпой. Кто будет сражаться с чудовищем? Гильон. Ты его уже видел. Ты прав. Он собирался добыть трофеи даме сердца. Большая ли будет? Требует больших шар. Парень, который дрался с Голиаком, по-моему. Пойдем. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне. Началось. Придется подождать его. Не нравится мне все это. Придется подождать его. Водопытней. Вот я говорил, что это опасно. Ну, точнее, Геральт. Да. Конечно, поможем. Всегда нам... Разхлебовать то, что делает Гульт Who. Ой-ой-ой Так 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 Жалкий чудовище жребий, богов подергает в зевоту. Жизнь покидает Шарлея, ведьмак завершает Кто-то там уже баллады про это рассказывает, мы еще бой не успели закончить Как фихрь в связи остановился, он выждал не любея и пробил кровь Шарлея Я не понимаю, почему у меня Квен сбивается? Ай! Не успел его Словно любовник товарный, что с демой величий не знает и кровил Ай, что он творит? А что Шарлея ведьмак заманил, а потом его ранил И так, ау Пальмерина коснулась тень у больца Ведьмак, теперь ты один, сражайся же до конца Э, в смысле, Пальмерина убили или что? Я надеюсь, его просто вырубили и не убили Геральт из Ривии, мастер ведьмачьего цеха, победил Шарлея Взгляните, как из бестии уходит жизнь Мастер Геральт, исполни свой долг, доверши дело Ну то животное, которое они использовали, сами его притащили Я не знаю, мне кажется, он не виноват Я не собираюсь добивать чудовища Выбор победителя, оказать милосердие Да здравствуй, Геральт, милосердный Так, займитесь бестией Так, ну, слава богу, рыцари живы Я уже не так ловок и проводен, как юности Ты отважно сражался, благодарю за помощь А, ну и видно, что все в порядке А, ну и видно, что все в порядке Геральт, она как раз идет сюда Геральт, надо поговорить, Ривианна Позже поговорите, в палатку Это было великолепно, ошеломительно Ваша милость Мы видим, что не ошиблись, послав за тобой Мы безмерно удовлетворены и очень вам рады Я крайне благодарен Займитесь нашим юным героем, быстро, раз, два А теперь мы похищаем Геральта для беседы Мы так долго ждали твоего приезда Едва не потеряли надежды А тут внезапно такое появление Ваша милость Шарлей это очень опасное создание Даже для рыцаря в полном доспехе Нонсенс В Тусенте рыцари издревле искали славы В сражениях с чудовищами Гильон получил несколько синяков и шрамов А взамен обрел вечную славу у смирителя чудищ Угу А как же публика? Если бы Шарлей прорвался на трибуну Он устроил бы тут бойню Верно Несмотря на то, что мы ценим твое неожиданное вмешательство на арене Мы напоминаем Что ты был нами И как вскоре выяснится за крайне щедрое вознаграждение Совсем для иного задания Ваша милость Я хотел бы поговорить о моем заказе Разумеется Только не здесь Нам понадобится Данье Который был вследствие до твоего появления Только где он может быть? Пойдем поищем его Скажи мне Ты прибыл один? Или в обществе Виконта Юлиона? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, ваша милость? Нет То есть да Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем Да, глубоко сожалеем Об отмене вынесенного ему смертного приговора Если бы мы могли повернуть время вспять Мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил башню Чтобы его повесили, обезглавили, колесовали А, вот человек, который лично повел бы его на Ишакот Капитан моей гвардии Дамьен де Лакула Ваша милость, ведьмак Приветствую Да, ну вот собственная княгина Генериетта Она же Ласочка называла ее Лютик И вы слышали, что она хотела бы с ним сделать Лютик, как всегда, в своем репертуаре Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы Я уже обо всем знаю Это существо в подвале Курва Бьянко Это была бестия? Это была Брукса Разновидность вампира Но она как-то связана с бестией Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства Следы на берегу реки и в Курва Бьянко Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал Не будем его прерывать Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное Но эту улику еще нужно изучить Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах Как я понимаю, с вами, господин Деллатур Во-первых, не нужно именовать меня титулом Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты А у нас здесь хлопот достаточно Мы бы управились с бестией сами Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта Определенная Но если уж ты затронул эту тему, поговорим о его вознаграждении Правду ли говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, но чего не ждешь? Ну, не всегда Это не вся правда, ваша милость К праву неожиданности прибегают крайне редко Обычно мы принимаем плату золотом Как жаль, такая чудесная легенда С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там или нетерпеливых просителей, или образцы ткани для нового платья И то, и другое, негодная награда Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корво Бьянко И денежной суммой, без сомнения, достаточной Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты Во время охоты тебе все равно понадобится жилище Деньги получишь, когда выследишь бестию Прекрасный жест, ваша милость В полице в Корво Бьянко устроили мертвецкую Правда? Опять балаган в канцелярии Ни на миг нельзя упускать их из виду Впрочем, нам кажется, что для ведьмака это небольшая неприятность Более того, ничто не улучшает репутацию вина надежнее, чем мрачная легенда Благодарю вас, ваша милость Заказ я принимаю, но как я уже упоминал, мне нужны сведения Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Криспи Некогда победы на турнирах приносили ему славу Но постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием Криспи не любили виноторговцы Он был человеком беспринципным и, говорят, обманом Он просил освободить его от придворных церемоний Но мы ему такого позволения не дали Кто принес рыцарский обед, тот останется рыцарем навсегда Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах Он сидел на вечере и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислоненного к городскому позорному столбу На шее у него висел его собственный меч Он умер от ран, нанесенных с большой силой, когтями, не оружием Умер он внезапно, а тело было на четвереньках То есть кто-то его усадил Да, похоже на то Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не загранили В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака После первого убийства город объял ужас Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов Даже головорезы боятся бестии Это кое о чем говорит Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей Рана была глубокой и чистой Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак Под головой у него была подушка А вместо меча грелка для постели Рамон Дюлак Рыцарь, который лет пятнадцать назад был советником нашего отца Досточтимого князя Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять Может это все-таки месть? Не исключено У Дюлака были темные делишки с преступным миром Но никто так и не смог добыть против него явных доказательств Значит две первые жертвы рыцаря, лучшие годы которых были позади Тоже можно сказать о третьем убитом Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы А предприимчивость шестая рыцарская добродетель Он поднялся на торговле зерном Польмерин даже называл его крохобором Я нашел при нем мешочек с монетами Там были только флораны Разных лет из разных провинций империи Делакруа любил деньги Но для нумизматики У него не хватило бы терпения Между этими убийствами есть много общего Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах Будто убийца пытается этим что-то сказать Они все были благородны Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести В конце концов, они были рыцарями Туссента Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели Вдруг бестия указывает именно на это Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцари Туссента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края Прощаем и поясняем По легенде добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарем владычица озеро А как было на самом деле, не знает уже никто Мы в Туссенте верим, что человек низкий по рождению Должен быть простодушен и послушен От рыцарей же требуется больше Они и солдаты, и придворные, и господа, и судьи Им нужны ясные моральные ориентиры А посему, опоясавшись рыцарским мечом Рыцарь притягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствию Может, бестия действительно обличает упадок традиций Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели Вместо чести позорный столб Вместо мудрости шутовство Вместо щедрости кошель и золото в глотке Вроде все сходится, хотя и не совсем Что-то в этом есть Если это версия у всех горожан на устах Значит, очередное убийство снова будет показательным И выявит противоположность четвертой добродетели Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь Давайте подумаем Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах Где скоро начнется охота на зайца Ты слышал о таком обычае? Мельтон что-то упоминал Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца Не знаю почему Погодите Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость Трусливый как заяц Возможно ли? Следующая жертва Мельтон, Вепейрак, Пейран А ведь Мельтон знал Делакруа Он говорил мне об этом у реки Дангель Как мы могли это упустить? Много лет до Пейрак, Пейран, Хриспи, Делакруа и Дюлак Все четверо были в одной рыцарской дружине В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца И мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания Потом их дороги разошлись Вряд ли это случайность Это главная подсказка к загадке бестии Ваша милость, нужно сейчас же найти Мельтона Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту А он сидит где-то одевшись зайцем и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытии Я велю сейчас же прервать игру Прежде всего, будем сохранять спокойствие Дамьен Дамьен, прикажи обыскать сады Только тактично И ни под каким предлогом не прерывай забаву Паника может вынудить бестию напасть до срока А ты, ведьмак, за мной Это мои сады и мой рыцарь И я не допущу никакого убийства Только не рядом с моим дворцом Коней! Подайте коней! Ваша милость Зараза Вот я... Ваша милость Я... Только не помню Не гони! О! Это шелк, осторожней! Отдай мне! Так, ну что хочу сказать Капитаны и стражи довольно-таки недружелюбные Мужик неприятный, но да хрен с ним Но я не хочу, чтобы погиб наш друг Мы должны... Ваша милость прекрасно держаться в седле Спасти его как можно быстрее Вперед за княгиней Такая боевитая баб... Боевитая баба она оказалась Это что, часть забавы? Так, не, ну главное, чтоб... Нашего рыцаря цапля не убили Поспеши! Давай, давай, давай Вы должны спуститься туда, где идет забава Участники и щитров единорога Беги! Участники и яйцо феникса И с их помощью они узнают, где прячется заяц То есть мельтон Выходит, нам тоже надо их найти Нет другого выхода Но времени ждет Так, что прийдем в рамках Господи, как же тут красиво! Ну да ладно Сейчас не до красот Нам надо спасти жизнь нашего друга Нет, лучше сюда Я тебе покажу, где проходит охота Потом разделимся Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку А я поищу яйцо феникса Так будет быстрее Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гер, она же не настоящая Посмотри туда Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки А ты просто нырнешь и отыщешь ее А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь спимаешь Вон он там бегает, посмотри В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти мельтона Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо феникса Все ясно? Тогда за дело Так, и я думаю нам стоит поторопиться Так, ну с единорогом я думаю, мне поможет Аксий Так, так О! Сохранять спокойствие! Безобразие не учинять! Не думал я, что ты жил Так, мне как-то плевать, что вы там думали, не думали Так, коньяка, стоять, да Это ни хрена не единорог Может его яблоком или сладостями? Не было проблем, сестрица, как бы ты была девица Ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз? В этом месте? Тише, а то спугнете единорога Давайте попробуем сладостей Прошу прощения, придется испортить вам забаву Давай, Герлет, Аксий Кто это такой? Герлет, ну ты идиот У тебя же есть Аксий Ну, ну, спокойней Все Спокойно Не нервничай Нам сейчас не до честных состязаний, надо спасти Мильтона Да мне плевать Явный обман Господа, надо показать этому хаму, где раки зимой Господи, придурки Так, все Что было по правилам? Верно Он честно выиграл Ах, не везет, так не везет Попробуем добыть следующую подсказку Давайте все проваливать, им нет времени на вас, дебилы Сады Такие огромные Так, будет быстрее Верху будет быстрее, но Может быть, но Мне кажется не особо Вау Чуть не убився Так, вернем куэм У меня всегда должен быть куэм под рукой Не знаю, так сейчас спокойнее чувствую а так разве можно кто из вас золотая рыба дойдите вы со своими правилами мать вашу походу вон золотая рыбка да ну да ничего из тех тофе собирал так воздух господи где рыбка нога вон вот она твою мать подожди остановись это важно делать гриби быстрей король баклан мы приносим тебе этот дар прошу будь к нам милостив открой нам все секреты месяц на небе сменился а я ждал в своем владение рабреца что мне в дар принесет достойнейшие подношения ключик вот так то идите нахер мне сейчас абсолютно плевать на все ваши развлечения забавы не надо спасти друга вообще я мог там схватить лодку и поплыть но нет я кинулся в платье так я не могу позвать часть свою лошадку это он просто я могу сделать это в любой момент но оказывается нет а единорог иди сюда но пошла как мне кажется мне надо поторапливаться сыграет ли это роль или нет вообще на самом то деле но я буду спешить ваше милость никаких ног ты мне мозги не пудри ведьма простите я-то видел какой-то ваше милость изволит не изволит мы действуем в интересах высшей важности потом я все объясню но ведь это против правил правила определяю я так слушайте книги ничего тут букуете а геральт наконец-то у меня ключик и одна подсказка а у меня другая показывает кто это придумал первый слог мы в тепле скрыт 2 у лисицы а последний хранят все придворные лица последний хранят все придворные рыцари что-то там на дворец они хранят придворные лица может он где-то во дворце нет заяц обязан прятаться где-то здесь в садах смотри если я возьму тех от слова тепло ли от лисицы а потом добавлю последний слог ца от слова лица значит теплица теплица действительно звучит разумно в садах действительно есть теплица и дверь в одной из них закрывается на ключик такой как этот из золотой рыбки ну тогда в теплицу так бегом 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 ребята жди здесь а а а и только не говорите что мы не успели от размера а и держит аккуратно что такое а а Это еще что-то. Тупо мразь. Ой, гера, гера, аккуратней. Прям как ассасин. Блин, но это не Брукса. Если с ним сейчас биться придется, это будет жестко. Я здесь. Это, случайно, не твоя? Оставь себе, если хочешь. У меня уже новая. Я не знаю тебя. Не причинял тебе зла. А ты зарубил Бруксу, с которой мы были близки. Теперь гонишься за мной. Зачем? Ты убил, по крайней мере, четырех невинных. Мне интересно, а ты-то сколько невинных убил? Невинных я не убиваю. Только убийц. И вот их обязательно. Я скоро закончу. Остался всего один. И ты, если не отступишь. А что потом? Уедешь отсюда и будешь убивать где-нибудь еще? Нет. Я собираюсь жить долго и счастливо. Зеральд. Твою мать. Заволи тебе большую. Так, 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 так. Чёрная кровь и масло против вампиров. Где она там, вот эта? Теперь, у меня нет. Что? И я все-таки убиваю штрите. Давай, давай. Безьем. Угу. 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 Получай. Сзади, сзади, сзади. Дайте угадать Регис. Дайте угадать Регис. Прости. Это была моя вина. Я так и не успел попросить прощения. Дело прошлое. Насильно меня с тобой никто не тащил. Господи, он реально жив, он реально регенерировал. Вильгель Форцета плавил в колонну, расплавил прямо. Господи, я рада увидеть, действительно, я как фанат вообще всей серии Ведьмака и книг, игры и всего-всего-всего, и я рад видеть этого Парди. Каким чудом ты сумел регенерировать? Мне помог тот, за кем ты сейчас охотишься. Он? Но как? И вообще, что с тобой было все эти годы? Здесь не время и не место для воспоминаний. У меня такое ощущение, что мы еще сможем поговорить. А теперь, если позволишь, займемся тем, из-за кого мы здесь оказались. Так, значит, ты здесь не случайно? Ты не утратил прежней проницательности. Я очень рад. Я приехал из-за Детлофа. По-моему, он ввязался в какие-то серьезные неприятности. Значит, так его зовут. И он твой друг? Можно и так сказать. В отличие от меня, он более, как бы вы это сказали, зверский. Но я работаю над этим, не беспокойся. Скверно у тебя выходит. С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря. А до того еще, по крайней мере, троих. Уверен, у него были на то причины. Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы. Или просто, чтобы напиться. Да, главнее из них. Но он убил нашего друга. И как бы Регис его тоже знал. Как он это воспринимает, не знаю. Так какие у него, по-твоему, причины? Именно это я и хочу узнать. Чтобы потом убедить его, что он идет не тем путем. Слишком ты в нем уверен. Облик ваш различен. Но внутри вы схожи. У обоих благородные сердца. Обоим случается совершать неблаговидные поступки. Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельству. Помнишь, 964 год? Это было 300 лет назад. Лирию, Лирию и Спаллу охватил ужас. Пропадали женщины и дети. Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям. Лирийская зверюга. Я читал об этом. Она загрызла человек 200. Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом. Ее убил Дэтлов. Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку, и оставил тело бестия у его ног. Так родилась легенда. Вампиры редко помогают людям. У него наверняка были свои интересы. Ошибаешься. Единственным его интересом было то, что чудовище убило мальчика, который когда-то угостил Дэтлафа яблоком. Благородный тип. У тебя нет монополии на альтруизм, мой друг. Когда Вильгифорц расплавил меня, мои останки нашел Дэтлаф. Согласно нашему кодексу, он мог меня даже не трогать. А мог позаботиться обо мне. Он выбрал второй путь. Регенерировал меня, не щадя собственной крови. Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно, то же, что для человека. Ты обязан ему жизнью. Не только жизнью. С тех пор мы братья по крови. Нас соединяют узы, в которые людям и не снились. Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее. У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия. У каждого вампира есть своя уникальная способность. Собственно, потому нас так трудно классифицировать. У Дэтлафа сильнее всего развито чувство стаи. Как следствие, Дэтлафу комфортнее в обществе низших вампиров. Он сторонится людей. Если уж он пришел к вам и начал убивать, что-то выбило его из колеи. И чем его можно настолько выбить из колеи? Как бы это объяснить? Дэтлаф не понимает мира людей, ваших принципов, отношений в обществе. В некотором смысле он наивен. Не понимает ваших игр, не знает лжи и зависти. Ты хочешь сказать, что он неприспособленный? Это может стать поводом для конфликтов. Что произошло сейчас? Не знаю, но надеюсь это выяснить. Я должен его найти, прежде чем он не разозлился еще сильнее и не залил весь баклер кровью. Значит, у нас общая цель. Как в старые добрые времена. Не совсем. Когда я его найду, сам знаешь. Я знаю, что ты получил на него заказ. Но ведь твоя задача остановить убийство. Не обязательно его убивать, так? В принципе, да. В таком случае давай его искать. Надеюсь, я успею тебя убедить, что Дэтлаф не чудовище. А, ладно. Но пока что многое против него. Слышишь? Облава. Рыцари пошли по моему следу. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Я нашел пристанище на кладбище Мэр Лошельс. Не ходи туда. До встречи. Ведьмак, мы гнали скопунов во весь опор и, боюсь, все равно опоздали. Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю и хотел тут осмотреться. Придержи своих людей, пока они все не затоптали. Господа, дайте ведьмаку работать. Убийство Мильтона не должно остаться безнаказанным. Господи, я надеюсь, я ошибся и убили, да, убили не того, убили этого Мильтона, а наш друг Цапля Пэйрак Пэйраном жив? Или нет, или я ошибаюсь? Блин, я немного запутался в этих рыцарях. Так, но, тем не менее, мы встретили Региса, который находится в добром здравии, и это удивительно после того, что случилось в книге. И я рад этому, действительно рад. А тем временем, у меня, походу, опять повысился уровень, и толку у меня с этого никакого. Так как прокачиваться мне не дальше некуда. Во всяком случае, пока. Так, бой с этим высшим вопером, кстати, оказался легче, чем я думал. И я его так раскачал неплохо, он мне даже вообще не нанес урона. Все будет дарить черной крови и моему мега прокачанному Квену. Так, 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 так. Добавлю сюда какую-то еду. Так, что тут у нас еще наверху я вижу сундук. Так, я смотрю, больше ничего не ма. Так, в принципе, ребята, давайте на этом серии будем завершать. Сейчас давайте только зайдем в Голоссарий, наверное. Я хочу понять, все же, кого убили. Но, похоже, нашего друга. Рыцаря Цапли. Пайрака Пайрана. Стовольно-таки печально. Я не понимаю, почему Герлит об этом не сказал Регису. Так, кстати, а вот я пропустил Банши. Меч. Ну, как сказать. Той, фигня. Не буду. Ну, что относить, кроме Венемаича, снаряжение. Разве что Арандит, который мне возможно вручит Владычица Озера. Так, Валах, все прочее. Минтер один. Так. Эмиль, Регис, Роголек, Терзиев, Готфройда. Это полное имя нашего друга. Гарварем Рейс. Пайрак Пайрана. Как его так звали? Мильтон. Да, его убили так. Да. И он и погиб. К сожалению, не за так. Да. Но, не знаю. Это дополнение мне нравится. С каждой минутой все больше и больше. Я очень-очень рад, что она вышла. И очень рад тому, что я его активно прохожу. Ну, не так активно, как хотелось бы, но как получается. Да. В этой серии мы убили Бруксу. Поучаствовали, грубо говоря, не специально, но поучаствовали в турнире рыцарском. Ну, как в турнире, в схватке с тем монстром, шалфеем, чикаком, не шалфеем, как-то по-другому, блин, забыл. Вот. Попытались спасти Пайрака Пайрана, конечно, это нам не удалось, но сразились с высшим вампиром, встретили Региса. Короче, занимаемся очень классными, интересными вещами. Все это очень круто и интересно, как по мне. Но в следующей серии мы, наверное, займемся все же побочками, потому что как-то я так смело шагаю по сюжету. Ну, как раз у нас, можно сказать, такая пауза в нем образовалась. Нам нужно встретиться с Регисом на кладбище, но этим мы займемся чуть позже. А в следующей серии, да, полностью посвятим побочкам, которые у меня уже есть. Вот. Надеюсь, вам все нравится. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Дальше, я думаю, будет еще более интересно. Всем удачи, всем пока.